Итак, это видео выходного дня. Я бы хотел в этом видео ответить на вопросы нашей аудитории. Ну, там три вопроса задали, довольно-таки массивные, но я их укоротил и хотел бы на них дать конкретный ответ. Первый вопрос, какую среднегодовую доходность я имею, занимаясь спекуляциями на рынке? Второе, какими инструментами рынка я вообще торгую? И третье, ловлю ли я с неба золотые звезды? Ну, то есть гиперприбыль и прочее. Ну, начну с первого вопроса. Мой средний заработок 20-30% в год. Не более, не менее. Мне этого хватает, потому что я сам в одно время общался с очень такими известными трейдерами российскими, которые стояли еще у истоков биржи. РТС, РТСБ она раньше называлась, это еще до дробежки РТС и ММВБ. РТСБ. Это, по-моему, был 93-й год, если я не ошибаюсь. И, соответственно, они сейчас большие люди, на самом деле. То есть они работают в госбанках, я думаю, вы знаете, какие это, и они управляющие активами. Соответственно, среднегодовая доходность у них по портфелям это 15-17% годовых. Бывает меньше, бывает чуть больше. Когда как. Вот. И поэтому я говорю, что иметь 20-30% в год, это, в принципе, оптимально, это нормально и довольно неплохо, я считаю. Вот. Тут главная мысль, это обогнать доходность вклада. Вклады сейчас у нас доходность имеет примерно 6-7% годовых. Все, что больше этого процента, это ваша заслуженная прибыль. Второй вопрос, какими инструментами рынка я торгую, это акции российские, акции американские время от времени, это акции китайские. По крайней мере, китайские я сейчас ими пытаюсь торговать. Вот. И, соответственно, какой-то опыт я с этого получаю. Другое. Я уже давно торгую фьючерсами, уже не первый год. Вот. Это нефть, это индекс РТС, это CI, пара рубль-доллар, это теперь уже платина, серебро, палладий, золото. Вот. Ну и валюта, рубль-доллар. Да. То есть фьючерс на индекс РТС, фьючерс на CI, рубль-доллар, ну и отдельно потом пара рубль-доллар в том числе идет. Вот. И третий вопрос, хватает ли я с неба звезды? Нет, не хватает, гиперприбыли у меня нету, гипербуток у меня нету. Я вам скажу так, то что я не гуру-инвестор, я не гуру-трейдер, у меня тоже есть и сделки не рабочие. Например, за 20-й год там тоже некоторые сделки меня не отработали. За этот год у меня тоже некоторые сделки не отработали, но с широким перечнем завершенных торговых идей по российскому, американскому рынку, да, и по фьючерсам там. Можете ознакомиться здесь, там, под каждым видеороликом имеется... Пост, отработанный инвестидея, вот, это за 21-й год идея, это частично за 20-й год, хотя за 20-й год у меня вот тут они тоже прописаны все, вот, за 20-й год. Там 50 с лишним идей рынка, и за 19-й год это частично идея, которую я публично публиковал, когда еще находился на канале одного инвестблогера российского. Хотя те, кто замыслит уже последние 4 года, почти 5 лет, когда я еще писал на форумах, так, анализ рынка, мнение рынка, идеи, стратегии, сделки свои и прочее, там, потом перешел я уже с форумов на канал инвестблогера одного, и потом в 2019 году я уже создал YouTube-канал, где я вещаю последние 2 года на YouTube. Вот, и я думаю, вы все заметили то, что у меня стратегия в рынке максимально такая сбалансированная, краткосрок, средний срок, это спекулятивно. Я не инвестор, я спекулянт, ну, краткосрок у меня 1-3 месяца, средний срок 3-6 месяцев. И, соответственно, я торгую преимущественно, повторяюсь, российскими бумагами, почему? Потому что я их прекрасно понимаю, как они устроены, потому что мы-то с вами живем в информационном поле русскоязычном, в Содружестве Независимых Государств, ну, а теперь в Евразийском Экономическом Союзе. Вот, и поэтому все, что оглашается внутри СНГ, мы это воспринимаем сразу, то есть мы прекрасно понимаем, что делать с акциями, там, Газпрома или Сбербанк, или что-то чего-то, продавать, покупать или еще что-то, да, то есть мы потребляем ту информацию, которую получаем сразу здесь, тут, на месте. Вот, другой аспект, вот я неоднократно говорил, что лучше всего торговать, то, что вы понимаете. Например, российский рынок, он чем прост? Он прост тем, что он коррелирует напрямую за сырьевыми товарами, то есть нефть, газ, уголь, никель, палладий, платина, золото, серебро, цинк, по-моему, какие-то еще товары, ну, такие сырьевые, я имею в виду. Ну, и, соответственно, они растут, рынок наш переоценивается, в частности, за счет роста нефти, газа и угля. Эти ресурсы падают в цене, наш рынок тоже снижается, тут корреляция абсолютно простая, и она очень, ну, я бы сказал, понятная. Вот. Ну, вот даже пример приведу. Текущий год, 21-й год, для меня такой же удачный, как и 2019-й год. Сейчас меня тут просто в смысле сбили, о чем я говорил-то, забыл уже. А, вроде про 19-й, 21-й год, я просто сейчас начну по-новой, повторяю, в смысле меня сбили, и у меня сейчас голова уже как котелок горит. Короче, за 21-й год, вот сейчас, да, год удачный, просто удачный, неуспешный, люди, удачный, потому что, если вам с рынка удается что-то заработать, там, 30% или чуть больше 30% капиталу, запомните одно, что вы не гуру, вы не мастер-трейдер, вы, вам повезло, вам просто повезло, откровенно говоря, потому что, когда многие тут имеют прибыль, там, 30, 40, 50% годовых, я, опять же, без самоутвержения скажу, то, что некоторые наши подписчики за 20-й год, его за 21-й год уже заработали, там, по 40% годовым, да, потому что, там, под 51, вообще, там, 100% срубил, ну, он, там, на плечи торговал. Вот, не в обиду им, естественно, я никого не хочу здесь оскорбить, но просто выскажу такой момент наблюдения, у некоторых из них уже крышу начинают сносить, некоторые подписчики эти, которые раньше там сидели, изучали рынок, благодаря моим обучающим курсам, да, там, бесплатный, который на ютубе опубликован, основой биржевой торговли, им удалось на этом всем просто заработать за счет макроэкономики, теханализа и прочего, и у двоих уже снесло крышу, у них корона конкретно насела, теперь эти двое товарищей пытаются вбахивать около рыночной курсы, там, какие-то платные каналы какие-то они вводят, я вам просто, господа, адресую сообщение, вот, у кого снесло сейчас крышу, когда придет время, вас рынок не без трусов, не без корона, а без башки оставит, запомните одно, если вам в рынке удалось заработать хоть какие-то деньги, неважно, 15, 20%, 30, 50, да хоть 100, плевать, запомните одно, корону не надевайте, я много этих корончиков видел в свое время, и я прекрасно понимаю, что нужно быть и по жизни скромным, и в рынке скромным, и в текущей деятельности тоже скромным, потому что, поверьте, излишнее внимание, оно нафиг не нужно, потому что потом жизнь накажет, к сожалению, это какая-то, я не знаю, то ли карма, то ли еще чего-то, я не знаю, что это такое, но тенденции к этому реально есть, и я тоже по жизни с этим сталкивался, когда намного моложе был, когда я еще прям зеленым, призеленым был, а вот сейчас с годами уже понимают то, что лучше лишний раз, ну, так сказать, язык с зубами придержать, и лишний раз лучше себя как-то не возвышать ни перед кем, ни перед чем, поэтому, господа трейдеры, вот, если вы этим всем занимаетесь, то не возвышайте себя, то есть удалось заработать, скажите рынку спасибо, и на себе рубашку, там, трусы, майки, не рвите, ну, в стиле того, что там гуру, не гуру, таких в рынке гуру нету, вот, это тоже необходимо учитывать, и вот, подводя уже итог данного видео, смотрите еще раз, 20-30% годовых доходностей больше, чем нужно, это все, заработали свыше 30%, поздравляю вас, заработали 20%, поздравляю вас, заработали 15%, поздравляю вас, главное торговать именно теми инструментами, которые вы прекрасно понимаете, если, например, вы торгуете там какое-то время фьючерсами, да, торгуйте дальше, ради бога, и главное разбираться, торгуйте криптовалютой, главное разбираться в том, чем торгуете, макроэкономика, теханализ, волновой анализ, сентимент рынка и прочее, что с этим связано, вот, но и самое главное, я тоже выскажу идею, я вот, например, по российскому рынку время от времени риск менеджмент обхожу стороной, ну, то есть, бывает, в одну бумагу вкладываю, там, 15% от капитала, есть грешок, как говорится, и я этого не скрываю, вот, и, соответственно, почему это дело, потому что я понимаю, что 80% компаний российских, это либо государственные, либо окологосударственные, да, с ними ничего не будет, их госво как спасало, так спасать и будет дальше, это надо помнить. Другой нюанс, я вот торгую время от времени на Америке, да, то есть, на то, что какие-то идеи я публикую, сам в них вхожу, вот, там я уже соблюдаю точечный риск менеджмент, то есть, не более 5% от капитала, не более, потому что их рынок, он свободовольный, то есть, если в компании все хреново, она рынок покинет, и она еще потом проведет делистинг своих акций в рынке, делистинг, это уже равно обвал акций, цен на акцию, и, соответственно, вы там потеряете все свои деньги, которые в нее вложили, вот, то же самое на китайском рынке, вот, к примеру, сейчас коммунистическая партия Китая, именно центральный комитет, пытается увеличить рождаемость Китая, то есть, дал добро китайцам иметь 2-3 ребенка в семье, но проблема в чем? Почему демография китайская такая вот хреновая, то есть, там, большая часть населения страны, оно преимущественно пожилое население, не молодое? Во-первых, молодые боятся рожать, я вот сам, устав партии, сегодня ночью учитывал политику и дальнейшую, я прекрасно понял, что ждать дальнейшим от Китая, вот, потому что все написано черным по белому. Они, у китайцев в 2022 году будет пленарное заседание Центрального комитета коммунистической партии. Соответственно, там будут избирать либо Си Цзиньпин, будет перезбираться, либо будет новый генеральный секретарь партии. И к этому времени они хотят набить политические бонусы, китайцы, то есть, национализировать сектор услуг, социально-экономических услуг, социально-экономическая значимость, то есть, это образование, это медицина преимущественно, социальная экономика. Вот, и вот, например, вчера на этом факторе упали образовательные китайские компании. Они частные, пока что частные, а потом будут государственные. Соответственно, и я, естественно, в Талл Групп всегда говорил, что входить нельзя ни в коем случае, точнее, Талл Эдюкэйшн, китайская компания. Не надо входить, там вы быстрее деньги потеряете. Вот, ну и она рухнула, наверное, на 70% вчера, 70%. Потому что там уже было так понятно, что там ей хана. И вот, если его торгуют на внешних рынках, всегда соблюдают риск-менеджмент. Всегда соблюдайте риск-менеджмент, это необходимость. Вот, это я адресовал всем тем новичкам, которые уже корону на голову накинули, да, и думают, что в рынке можно только зарабатывать и не терять. Учитывайте это, люди, учитывайте, особенно, когда торгуют на китайском рынке. Я думаю, посыл видео понятен. Будут вопросы, пишите, ответ дам. У нас имеются медиаресурсы в каждом закрепленном сообщении, под каждым видеороликом. В третьем пункте наши телеграм-каналы, в четвертом пункте наш инстаграм-канал, в пятом пункте наша ВКонтакт-группа. На эти ресурсы подписывайтесь и будьте в курсе всех событий. Я там публикую теханализ, торговые идеи, идеи по рынку, аналитику, обозрения и все, что связано именно с фондовым рынком. То есть фьючерсы, валюта, золото, серебро, платина, палат. То есть на чем можно вообще по факту заработать. И облигации в том числе. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотность стратегии наши главные союзники. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжение следует...